Привет! Сейчас я покажу как сделать лучший вариант закваски для генератора СО2 объемом 2 литра. Поехали! Нам понадобятся сухие дрожжи, сахар и вода. В первую очередь делаем регидрацию дрожжей, чтобы точно они стартовали. Берем 60 грамм воды температурой 40 градусов. Корячей нельзя, так как убьем дрожжи, а ниже не все клетки дрожжей восстановятся. Насыпаем 1 четвертую чайной ложки дрожжей, больше нельзя, так как будет бурное брожение и пена может попасть в аквариум. Дрожжи должны быть комнатной температуры, обычно используются хлебные дрожжи. Добавляем щепотку сахара и тщательно все перемешиваем до появления пузырьков, оставляем на 10 минут и теперь мы можем быть уверены, что дрожжи стартовали. Меряем 180-200 грамм сахара с расчета 130 грамм на 1 литр воды. Вносить больше сахара совершенно бессмысленно, так как через 3 недели появится высокий процент алкоголя и он убьет дрожжи и сахар просто у нас не растворится. В бутылку набираем 1300 грамм воды температурой 40 градусов, сворачиваем с бумаги леечку, если у нас такой нет наличии, и высыпаем наш сахар. Главное сахар не вздумайте перемешивать, так как произойдет быстрая реакция брожения и так же быстро закончится. Что касается мнения, что пищевая сода продлевает процесс брожения, это не правда. Данной закваски хватает на 2-3 недели. Из-за большого объема аквариума у меня стоит 2 2-литровых пластиковые бутылки и я поочередно меняю в них закваску каждые 10 дней. Не забудь подписаться, чтобы узнать как сделать лучший генератор СО2 и все, что для этого нужно. Заливаем дрожжи и все готово! Понравился рецепт? Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok